На основании изложенного руководства статьями 340 и 341 УК ДНР суд приговорил Ассина Эйда Медренева Джономарка признать виновным в совершении преступления предусмотренных статьями 232, часть 2, статьи 34, статьи 323, части 2, статьи 34, части 3, статьи 435 УК ДНР и назначить наказание по статье 232 УК ДНР и назначить наказание по статье 232 УК ДНР и назначение свободы. По части 2, статьи 34, статьи 435 УК ДНР и назначение свободы сроком на 7 лет без ограничения свободы. По части 2, статьи 34, статьи 323 УК ДНР и исключить дебюмерное наказание смертной казни. На основании статьи части 368 УК ДНР по совокупности преступления окончательно назначить Ассину Эйда Медренева Джономарка и исключить дебюмерное наказание смертной казни. Я нарушена признать виновным в совершении преступления предусмотренных статьей 232, часть 2, статьи 34, статьи 234 УК ДНР и назначить наказание по статье 232 УК ДНР в виде решения свободы сроком на 17 лет без ограничения свободы. По части 2, статьи 34, статьи 323 УК ДНР в виде решения свободы сроком на 7 лет без ограничения свободы. По части 2, статьи 34, статьи 323 УК ДНР и исключить дебюмерное наказание смертной казни. На основании статьи части 368 УК ДНР по совокупности преступлений окончательно назначить пренарушенную и исключить дебюмерное наказание смертной казни. Садон Абрагимов признать виновным в совершении преступления предусмотренных статьей 232, часть 2, статьи 34, статьи 323, часть 2, статьи 343 УК ДНР и назначить наказание по статье 232 УК ДНР в виде решения свободы сроком на 17 лет без ограничения свободы. По части 2, статьи 34, статьи 3, статьи 323 УК ДНР и исключить дебюмерное наказание смертной казни. На основании части 3, статьи 68 УК ДНР по совокупности преступлений окончательно назначить пренарушенную и исключить дебюмерное наказание в виде смертной казни. Приговор может быть обжалован участниками процесса в процессовом порядке Верховного Суданинской Народной Республики через операционную палату в течение одного месяца со дня его разглашения, а осужденными под решением для решения перевода приговора председательствующий Судьяковский. Кроме того, осужденным разъясняется право на обращение за панелом. И также право на ознакомление с протоколом судебного заседания. Судебное заседание завершено.